Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский 1 июля Вчера вечером приехал в Ляо-Ян, а сегодня мы едем в горы, на восток, на первый этап, в Лян-Дон-Сан, резиденцию Сергея Ивановича. Я давно не был уже в поле, так сказать, на ногах хотя бы и на лошадиных. С нами и Сергей Иванович. Опять едет на маленькой белой длинной лошадке. От худобы ее хребет поднялся, ощетинился, и с вытянутой шеи она слегка напоминает дракона, собирающегося улететь в небо. Выражение лица Сергея Ивановича как будто говорит «в небо, так в небо». Он совершенно черный от загара, спорит в худобе со своей лошадью, все кости лица выдались, и лицо уменьшилось, и только глаза, синие и напряженные, стали как будто еще больше. Я еду на мексиканском седле, на котором сделал в 1898 году свой переезд из Владивостока в Порт-Артур, явившись таким образом со своим спутником Баршинским первыми сухопутными туристами по этой дороге, сделав около полутора тысячи берст. Пока первыми и последними. В жизни мне пришлось много разъезжать, и испробовал я все типы седел. Я отдаю предпочтение мексиканскому. Во всех остальных спина лошади зависит от искусства наездника, и только на мексиканском, даже при желании, спина лошади застрахована от повреждений. И для всадника, по удобству сиденья, седло вне конкуренции. Некоторые считают недостатком твердость сиденья, но на больших расстояниях мягкое сиденье вызывает такую остановку в некоторых отправлениях организма, что дело может кончиться и роковым образом. Я говорю о расстояниях со счетом на тысячи верст, конечно. Наши местные мелкие лошадки, все с легкой иноходью, несут так легко и как будто и сами рады вырваться из грязного болотистого, набитого мухами со злобонными испарениями ляояна. Сидя там, привыкаешь, не чувствуешь всего этого, и только здесь, по мере удаления и подъема в горы, ощущаешь всю прелесть кристаллически чистого воздуха. День хмурится, легкий ветерок оббивает лица, и мы благословляем судьбу, пославшую нам такой счастливый день. Жаль только, что, выезжая из города, мы пропылились в тучах городской пыли, и теперь эта пыль хрустит на зубах, мешает смотреть запыленными глазами и неприятным слоем лежит на лице, шее и руках. — Ничего, — утешает Сергей Иванович, — приедем и выкупаемся в горной речке, чистой, как кристалл. Широкая желтая полоса дороги вьется между засеянными полями. Узкая ленточка ее накатана, а вся остальная полоса дороги — сплошная спекшаяся грязь от бывших две недели тому назад дождей. — Вы видите, какой грунт? От одного дождя дорога превращается в сплошной непролазный кисель. Какой же выход? Какой? Нет же времени шассировать. Тем более, что все это не так просто. Нужны года времени, материалы, труды. За целую тысячу лет своего существования много ли имеет Россия дорог шоссейных? А здесь выход в сущности с ничтожным результатом — захватывать все новые и новые полосы всех этих посевов. После следующего дождя эта дорога будет еще вдвое шире, а во время ливней все эти посевы будут одной сплошной дорогой, или, вернее, морем грязи, где будут тонуть транспорты, обозы, отдельные всадники. Положение японцев еще хуже. На днях шесть человек сдались от голода. Пришли и сдались. Китайцы говорят, через 30 минут японка назад в Корею уйдет. Почему? Гора, одна гора, гаулян нет, чумизы нет, сена нет, никто не живет, никто ничего там не сеет, дожди придут, всем нам помирать надо. Какая-то страшная, совершенно непонятная война. Что-то вроде картинки «во из дикатце». Оторвемся, наконец, до сражения, и ни одного японца не видно. Один раненый говорит, как видите, ранен и настолько тяжело, что увезут в Россию, а японца так и не видел. Поле, горы, что-то вдруг треснет, вспыхнет, пыль взобьется. Незавидное положение современных баталистов. Получается что-то вроде перехода евреев через Красное море. Евреи ушли, а фараон утонул. Ну, как же вы поживаете, Сергей Иванович? Да ничего, живу. Собственно, если вдуматься, заглянуть, так сказать, в сущность вещей, то можно было бы и не приезжать сюда. Не надо большого воображения, чтобы все это представить себе с одной стороны, а с другой стороны, то несложное, к чему приставлен, без всякого труда и без тебя так же было бы сделано или, вернее, не сделано. Ну вот, чинишь, засыпаешь, перевозишь грязь с места на место. А по меткому выражению многоуважаемого лыки, ведь все это в сущности ни к чему. Один дождь смахнет, как пыль, все эти тщетные бренные усилия. Бог с ним. Какая зелень, и какие переливы ярких, да неправдоподобности красочных тонов с темными. А эти горы все выше и выше, и спят там в прозрачном тумане. Разве не говорят они об отдыхе, покое, о вечном покое? Помните? Я умереть. Нет, уж лучше не петь. Обратите внимание на этих китайцев. Ну, разве не изящны они в своих голубых платьях? Со строконечными шляпами на голове они прямо изящны. Напоминают пасторальные картинки 18-го столетия. Вот китаянка идет. Здесь и ноги им не уродуют. Высокая, тонкая, гибкая, как трость. И сколько изящества, какая красота позы. Если отрешиться от наших традиций, костюма, манеры, если стараться проникнуть, угадать их идеал красоты, пластики, вы почувствуете что-то совсем другое, чем первое грубое впечатление от грязного китайца. Я уже чувствую этот идеал. И если бы я был художником, я уже смог бы воплотить его. Мы едем, слушаем, а Сергей Иванович продолжает расхваливать китайцев. В числе рабочих моих масса прямо прекрасных экземпляров. Два молодых, Тайгай и Вася. Оба безбородые, оба красавцы. Один итальянец, другой со строгими правильными чертами. Тайгай задумчив, женственен. Ему снятся сны небесных садов, и он бросает и бросает пустую лопату, не замечая, что на ней почти ничего нет. А Вася облокотился на такую же лопату и молча внимательно наблюдает. Надо отдать справедливость. На паденщине лодыри порядочные. А впрочем, где на свете паденщики не лодыри? Нет, я люблю китайцев до слабости. Ну вот что, как паденщики они лодыри, а какие сельские хозяева. Вы посмотрите, с каким бесконечным трогательным трудолюбием возится китаец над своими посебами. Один агроном говорил мне, что китайцы единственные из народов, которые рационально решили вопрос уничтожения сорных трав. У них нет в полях сорных трав. Их работа предупредительная. Везде ждут появления этих трав. И тогда же их уничтожают. Они не ждут, когда вырастет трава. И мотыжат. И оказывается, это выгоднее, потому что меньше труда надо употребить, чтобы уничтожить зародыши трав, чем самую траву, когда она уже вырастет. Глеб Успенский писал о власти земли над русским крестьянином. Что бы он здесь написал? Вот где власть. Земля захватила его всего. Это волшебная власть. Обожание. Здесь они хоронили своих предков. Здесь все для него до помешательства. Вы видите затоптанные посевы. Завтра затопчут еще больше. А сегодня, вы видите, он все-таки исправляет. Каждое растение подбивает землей. Сломанное уже. И все-таки окучивает. И сердце его, наверное, обливается кровью. Больно ему. Но зла нет. Вот, смотрите. Сергей Иванович громко крикнул китайцу, работавшему над такой помятой полосой. Он крикнул приветствие. Старик-китаец, вероятно, лет за шестьдесят, потому что уже не брил усов и бороды, и редкие седые волосы торчали у него над губой и на подбородке, медленно поднялся, ласково кивнул в ответ головой и снисходительно крикнул принятый по этикету ответ. Вы чувствуете в интонации малейшее раздражение? Раздражения, правда, никакого. Но это может происходить и от других причин. Китайцы славятся своим лицемерием. Он видит, что сила не на его стороне. И он делает, как говорят французы, «bonne mine au mauvais jeu». Но попадитесь ему в лапы и увидите, что они с вами проделают. Самый жестокий народ в мире. Ну уж, самый жестокий. Отрицать жестокость, конечно, нельзя. Но это жестокость детей. Они вот действительно самый жестокий народ в мире. И если мучимый имя щенок имеет дерзость визжать при этом, то они еще больше его тиранят. Это жестокость и слабых. Я видел однажды в Туркестане туземцы мстили пьяному солдату. Они его били, щипали. Я и теперь не забуду их зверских лиц. Слабые, они мстили, наконец, сильному. Лишать их и этого права. Вернее, не понимать этого их состояния значит отказаться вообще от права на анализ. Конечно, мы отказались от стольких прав, что отказаться еще от одного, приобретая за это право на новое бесправие, ничего не стоит. Но, несомненно, что это не жестокость. Или такая жестокость, на какую способны даже женщины. Долина реки Тай-Дзи, на которой стоит Ляо-Ян и которая впадает в Ляо-Хе и во время дождей судоходно остается назади. Пред нами громоздятся горы, ряд гор, каждая с заостренной вершинкой, которая называется Сопкой. Мы теперь едем по маленькому притоку Тай-Дзи, долина которого сружается до нескольких десятков сажений. И эти десятки сажений и склоны гор все заняты хлебами. Чумиза, гаолян, бобы. Очевидно, здесь еще не сеют пшеницы, овса и ячменя. Все эти хлеба засеваются пока только около железных дорог. Но здесь уже тверже грунт, судя по откосам, что-то вроде камня. Это шинерар. От солнца, ветра и дождя он мгновенно превращается в отвратительный рыхлый грунт, в котором колеса вязнут по ось. Везти при таком условии, да еще в гору, при дождях, получается нечто гораздо даже худшее, чем там, внизу. Сергей Иванович смотрит, не мигая, и кончает. Словом, одна грусть, как говорит многоуважаемый Лыко. А что Лыко? Лыко прибавляет к своему жалованию столько же своих и вздыхает, все повторяя слова щедринского француза. «О, ма мэр! О, ма Франц!» Вот вспомнил щедрин, и самому страшно даже стало. Кажется, что произносил его имя лет сто тому назад. Ухо отвыкло. Да. А вот и Сяолинза, первый полуэтап. Так уютно на возвышении долины расположилось несколько китайских построек. В них устроены отделения Красного Креста, комендантское управление, помещения для проезжающих. На приступках центрального здания сидят сестры, доктора, военные и пьют чай. Предлагают нам. Но мы, чтобы не смущать, уходим в этап. Над особым зданием с китайскими воротами надпись «Этап». Внутри чистого двора с трех сторон под китайскими крышами, за китайскими с бумагой вместо стекол окнами и дверями китайские комнаты все в циновках с узким проходом посередине и высокими нарами-лежанками по обеим сторонам. Это же и дымовые ходы, нагревающие зимой эти лежанки. Желтые циновки придают всему помещению свежий и чистый вид. Эта чистота везде. Двор подметен и его еще и еще подметают несколько солдат. Маленький полуэтап как ячейка какого-нибудь большого управления. На каждой двери надпись «Канцелярия», «Комендант», «Помещение для господ офицеров и чиновников», «Склад», «Запас» и много других названий обычных для военного, но труднозапоминаемых статским. Четверть часа остановки. И мы едем дальше. Молодой комендант блондин с воротником на белом кителе, торчащим бахромой, любезно и смущенно провожает нас, не находя больше слов для разговора. «Все благополучно, значит, у вас?» «Вчера вот только ночью версты две подальше, ближе к Вамбатайскому перевалу, стреляли в обоз. Двоих подстрелили». «Кто стрелял?» «Вероятно, хунхузы». «По ночам не следовало бы ездить». «Я думаю, не хунхузы», говорит Сергей Иванович, когда мы трогаемся. «Я думаю...» «Обратите внимание на эту сестру. Какая хорошенькая. У нас, впрочем, тоже есть сестры, но со своим штатом, доктора, братья. В сущности, куда ни кинь, все клин». «Возвратимся к стрелявшим, так называемым хунхузам. Мне представляется, что в действительности происходит вот что. Днем топчут посевы, хотя не пасут на них лошадей. А вы видите все эти обгрызанные стебли. Очевидно, это все ночью делается. И вот китаец, дойдя до полного отчаяния, стреляет и наводит таким образом потихоньку на мысль, что лучше действительно по ночам не ездить и не кормить лошадей таким хорошим кормом». Ну-с, а теперь мы начинаем подниматься на Вамбатайский перевал, но прежде обращаю ваше просвещенное внимание на эту постройку. Проедем еще немного вперед. Так, теперь смотрите. Тоже на возвышении у речки в тесной долине прячется в деревьях красивый китайский домик. Сельский домик с каменными ступенями, с разрисованными воротами и калиткой. Извояние драконов каменные фигуры мопсообразных собачек с удивительным вкусом, подобранные тона красок и на всем печать глубокой старины. Здесь прожило много поколений, живут, может быть, и теперь. Какой-то старик выглянул из калитки и опять ушел. Какой-нибудь тип старосветского помещика, в мирную жизнь, которого вот уже несколько лет врывается что-то, чего не звал, не хотел, что-то неумолимое, роковое, разрушающее весь его покой, весь строй его жизни. И не кажется ли вам, говорит Сергей Иванович, что здесь должна непременно жить какая-то такая удивительная красавица, ласковая, нежная, мягкая, вся любовь, такая же поэтичная, как эти горы, это долинка, речка и дом. Я думаю, что если бы случайно она и родилась даже некрасивой, то все-таки вся эта окружающая красота пересоздала бы ее. Во всяком случае, из всего этого мы видим, если захотим видеть, что китайцы, по крайней мере, не хуже, вы замечаете, как я вежлив к ним, не хуже нас и чувствуют, и выражают, и воспроизводят красоту, а скромность их уж во всяком случае выше нашей. Это ведь помещики пятидесятин максимум и в пути лица добывают себе свое право помещика. Ну-с, вот и вам Батайский перевал. Перевал, как и все здешние, неприступный, но, как видите, по тем сопкам и за ними легко обходимый. Узкий проход заканчивается глубокой траншеей и выемкой. Здесь, при повороте из четырех пар, везущих орудия, работает только первая пара. Усилия же трех передовых сводятся только к тому, чтобы опрокинуть экипаж или орудие, и потому здесь сломается до десяти процентов дышу, помимо того, что и в сухую погоду полный зарез лошадям. Значит, надо увеличить радиус. Тогда необходимо или насыпь пятнадцатисаженная, или туннель. И то, и другое потребует год-два работы, а главное, таких мест все больше и больше, пока, наконец, путь не переходит в одно сплошное такое место. Первого июля. Снова продолжение. С Вамбадайского перевала открывается вид в обе стороны, и следующая долина кажется еще поэтичнее. Мягко разошлись зеленые горы, и там и сям между ними тенистые рощи. Вот обижаются на них, что ни за какие деньги не хотят продавать этих рощ. Но вы уж, Сергей Иванович, слишком большой поклонник китайцев. Нельзя же назвать их и культурным народом. Слишком много у них дефектов. Кроме агрономии, да и то чисто практической, никаких же других наук нет и в общественной жизни, а у административной власти много же и здесь уродливого. Дряхла интеллигенция у них, как, впрочем, и у некоторых других народов. А народ как материал. Чего вы еще хотите? Разве вы поставите хотя бы и нашего крестьянина рядом с пятидесятинным помещиком-крестьянином? Вы видите? Его предки уже ощущали большую потребность к красоте, чем, может быть, будут ощущать только потомки нашего крестьянина. К закату тучи расходятся, и мы едем в лучах солнца, окруженные зелеными сопками, то ныряя в долину, то взбираясь на перевалы. А во время дождей что будет с этой дорогой, которая идет в сущности по руслу реки? Это и будет сплошная река, а перевалы превратятся в острова. Тогда что ж, временные паромы? В Ряухе джонок много. Не вредно было бы. Исчезло солнце, и потянулись за ним тучки и застыли. Кончился день, и уже угрюмо смотрит даль, и тонут в ней, как недосказанные мысли, эти уже неясные и далекие зазубренные гряды. На Лян-Дон-Сань приезжаем в сумерках. Это первый этап. В долине около деревни раскинулись палатки, коновези с лошадями, парки, походные ящики транспортов. Но мы сегодня ни одного транспорта не встретили дорогой. Да, сегодня какой-то исключительный день. Кажется, идет преобразование тележных транспортов на вьючное. А теперь в транспорте пошли и кули. Собственно, выгоднее и скорее. Такое же этапное здание, помещение для приезжающих, но отдельное большое здание, тоже, вероятно, китайское, для больных есть ресторан. Можно даже молока достать, и всего за 40 копеек бутылку. Сергей Иванович и его помощники, два доктора, тоже в фанзе. Мы пьем чай в огороде, среди зелени, мы вымолись и теперь наслаждаемся чудным вечером в горах, дышим чудным горным воздухом. А туда дальше, в горах, воздух еще чище, и в этом отношении санитарное состояние японской армии несравненно лучше нашего. Многие из нас в низинах, разных ляоянах, хайченах, а они все в горах. Оба доктора из запаса состоят при транспортах. Оба евреи. Один из них имел большую клинику в Петербурге и практика давала ему несколько десятков тысяч. Теперь, как старший врач, он получает 200 с чем-то рублей в месяц. Да, жалово не что говорить, но обидно, что здесь роль моя сведена. Я при транспортах провожаю больных, в сущности роль студента. Вот в такой ужасной двуколке я еду сзади транспорта до следующего этапа, сдаю больных и возвращаюсь обратно. Я сестра, офицер, начальник транспорта. Практики медицинской нет? Никакой. Практика моей больной печени. В это дело я так же гожусь, как какая-нибудь всякими хитростями выученная лошадка годится для уприжи в эту двуколку. Какой самый лучший способ транспортирования раненых? Конечно, на руках. Дорогой? Наемными обходятся Красному Кресту от 15 до 100 рублей. На каком расстоянии? Да вот верст 40-50 из отряда графа Келлера в Ляоян. Вы из желудочных транспортируете? Да? Разве не скорее они поправились бы здесь, чем в низинах Ляояна, Мугдена, Телина, Харбина? Сколько времени уходит, пока больной воротится в часть? Собственно, болезнь продолжается всего несколько дней. Но на перевозку, выписку, в общем, считая в Харбин и обратно, уходит от 20-25 дней. Конечно, на что лучше было бы оставлять больных тут же, не трясти их, не заражать путь, вагоны, самих больных, потому что только в дороге часто выясняется, что это нежелудочное, тифозное, например, и пока его довезут, зараза может распространиться. Но все это возможно было бы, если бы знали заранее, что здесь именно будут стоять войска. Угадать этого нельзя, а между тем нужно столько приспособлений, питания, что приходится вести в уже организованные места. Еще посидели, идем спать. Горят огоньки в темноте, слышны песни, гобр, где-то костер горит. Видно, что дрова у вас есть. А вы знаете, почем в Лиояне дрова? Пятьдесят копеек пуд или сто двадцать пять рублей кубической сажи. Мы спим на лежанках, укрытых циновками. Бумажные окна и двери открыты, и видно небо, темное, звездное. Сон здоровый, сильный, в шесть часов утра мы просыпаемся от пения. Это солдаты поют утреннюю молитву. Пьем молоко, чай и едем назад. Уже вытянулся транспорт, ночевавший на этапе, а немного дальше мы встречаем идущие навстречу транспорты. Двухколесные китайские арбы, запряженные тремя, четырьмя и до шести лошадей и мулов, тянутся нескончаемой вереницей. Дорога сухая и арбы наложены доверху. Есть транспорты паденные по 2 рубля 40 копеек за пуд до первого этапа. Есть свои организованные нашими офицерами генерального штаба. Китайцам кучерам платят до 30 рублей в месяц. Китайцы большие хозяева. Как хозяева они трудолюбивы и умирают на своем сельском деле, но как наемные очень ленивые и небрежные, если не заинтересованы в деле, и нельзя не любоваться их запряжкой. Вот запряжка из шести мулов. Один в корню, остальные на вынос. Сытые, вершков двух, слоснящиеся темные с подпаренной шерстью, с коротко стрижной гривой, красивые, гордые животные, напоминающие и запряжкой, и видом римские колесницы. А вот видите, приседая по косогору, на плече и подвешенными корзинками. Это кули. Он получает тоже, несет на себе трипуда и втрое скорее доставляет груз, чем все эти транспорты. На горизонте появляется новый транспорт в юки. Двух лошадей ведет в поводу солдат. Через приспособленное седло переброшен на двух концах подвешенный груз. Впечатление более легкое, чем тяжелые арбы, но двуногий кули уже скрылся на горизонте. А общий недостаток всех мускульных перевозок тот, что при невозможной дороговизне они съедают себя уже на 60 верстах. Другими словами, тот груз, который они могут поднять, равняется весу того корма, который им нужен для питания за это время. Мы прощаемся с Сергеем Ивановичем. Оставайтесь еще на день. Завтра будет бой у Келлера. Кто ему сказал? Китайцы. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений том 6 Петроград издание товарищества Маркс 1916 год.